Все, запустил. Поучение седьмое Авы Дорофея о том, чтобы укорять себя, а не ближников. Ава Дорофей сначала анализирует разные случаи, разную реакцию людей на какие-то скорби, на скорбительное слово. Исследуем, братья, отчего происходит, что иногда кто-либо, услышав скорбительное слово, не обращает на него внимания. И переносит он ее без смущения, как будто вовсе не слышал его. Иногда же, как только услышит, тотчас смущается. Какая причина такого различия? Отец Константин, вы меня слышите, да, сейчас? Да, слышу, слышу. Хорошо. Добратная связь есть. И одна ли причина этого различия, или многие? Я нахожу, что это имеет многие причины. Но есть одна, так сказать, рождающая все другие причины. И скажу вам, как это бывает. Во-первых, случается, что иной после молитвы или доброго упражнения находится, так сказать, в добром расположении духа, и потому снисходит к брату своему, и не смущается его словами. Первый. Второй случай. Случается также, что иной имеет пристрастие к какому-нибудь, кому-нибудь, и потому без огорчения переносит все от него наносимое. Бывает также, что иной презирает желаемого оскорбить его, желающего оскорбить его, и потому не обращает внимания на его обиды, не считает его за человека, и потому не вменяет ни во что, все, что тот говорит или делает. И скажу вам нечто такое, чему вы удивитесь. То есть вот что на экране вообще. Сейчас мы видим, это три случая. Ну, может быть, мудрено написано, но, в общем-то, они всем нам понятны и объяснимы. Первый случай, когда действительно мы сами, может быть, после исповеди, или после молитвы, после чтения духовной литературы, довольно в хорошем состоянии находимся духовным, и на какое-то время нас хватает, скажем так, послать благородно, и мы слышим от кого-то оскорбительное слово, и поступаем по Евангелию, и не обижаемся на этого человека, молимся за него. Вот второй вариант, когда имеется пристрастие к человеку, то есть неправильная привязанность к человеку, и это нам позволяет тоже, хоть это и неправильный путь, но тоже внешне похоже, мы не оскорбляемся на него. А третий, сейчас Ава Дорофея о нем будет говорить подробно, это когда мы не считаем этого ближнего даже за человека, и поэтому что на него гниваться, пёс лает, что на него гниваться. И вот Ава Дорофея про третий случай говорит, хоть он вроде и удивительный, но он бывает, вот он рассказывает. «В общежитии, прежде моего удаления оттуда, то есть в общежитии Ава Серида, был один брат, которого я никогда не видал смутившимся, или скорбящим, или разгневанным на кого-либо, тогда как я замечал, что многие из братьев часто досаждали ему и оскорбляли его. А этот юноша так переносил оскорбления от каждого из них, как будто никто вовсе не смущал его. Я же всегда удивлялся чрезвычайному незлобе его и желал узнать, как он приобрел сию добродетель. Однажды отвел я его в сторону и, поклонившись ему, просил его сказать мне, какой помысел он всегда имеет в сердце своем, что, подвергаясь оскорблениям или перенося от кого-либо обиду, он показывает такое долготерпение. Вот этот брат отвечал. Мне ли обращать внимание на их недостатки или принимать от них обиды, как от людей? Это лающие псы. Вот как он, мысел о своих братьях духовных. Услышав это, я преклонил голову и сказал себе, «Нашел брат путь сей и, перекрестясь, удалился от него, моля Бога, чтобы он покрыл меня и его». Ну, то есть, представляете, внешне все три случая не выглядят практически одинаково, и Авадорофей видит реально такой случай в своем монастыре. Хотел узнать у этого брата, что он в мыслях, как он борется с состоянием оскорбления, потому что многие досаждали ему, и он хотел узнать. И вот, оказывается, этот брат раскрылся, что я на них не гнилась, потому что я их за людей не считаю. Вот. И Авадорофей, здесь он, конечно, говорит мягко, не осуждает этого брата, но помолился за него, говорит, «Господи, помилуй этого брата и помилуй меня». То есть, Авадорофей его не осуждает, но говорит, что это, конечно, путь крайне-крайне неправильный, путь гордыни. И так случается, как я сказал, что кто-либо не приходит в смущение от презрения ближнего, а это явная погибель. Ну, нечто подобное, отцы знаете, наверное, когда есть свидетельства такие, когда фараон или супруга его, они, значит, могли при слугах спокойно переодеваться, раздеваться, потому что не то, что у них стыда не было, они слуг своих за людей не считали совершенно и не считали, что перед ними даже стыдиться можно. То есть, такое высокомерие, как за животные считали своих рабов. Если же кто смущается на оскорбляющего его брата, то сие происходит или от того, что он в это время находится в хорошем расположении духа, или от того, что имеет неприязнь против него. К этому есть много и других причин, о которых уже было говорено. Но главная причина всякого смущения, если мы основательно следуем, есть то, что мы не укоряем самих себя. От того проистекает всякое подобное расстройство. От того мы никогда не находим покоя. И нечего удивляться, когда слышим от всех святых, что нет другого пути, кроме всего. Мы видим, что никто, минуя путь сей, не обрел покоя. А мы надеемся получить спокойствие или полагаем, что идем правым путем, никогда не желая укорять себя. То есть он говорит, что основная причина, что мы смущаемся, это то, что мы не укоряем сами себя. Об этом очень много говорят на основании, конечно, древнестых отцов. Говорят оптинские старцы. Если почитать их письма, особенно старцы Амброси, старцы Макари оптинских, то мы увидим, что нужно терпеть даже напрасно, когда нас неправильно засловят, и укорять себя. То есть, представляете, когда нас в чем-то как-то обозвали, то мы должны себя еще больше назвать, ну, собственно, в ходе настоящие греки свои, и тогда мы будем пребывать без смущений. Это правильный путь. Что интересно, видите, тут вообще говорится, что братья досаждали, некоторые читают такие строки или слышат, что в монастыре бывают какие-то досаждения, думают, как же так? Люди пришли в монастырь спасать свои души, вот, и тут как-то говорят, что они друг друга оскорбляют. В монастыре же вроде все святые, многие так думают, но когда паломники приезжают на один-два дня, действительно, для них монастырь так представляет в таком виде очень благолепном таком, но потом, когда они дольше остаются и удивляются, оказывается, у братьев тоже есть немощи всякие, они проявляются там, и бывают довольно-таки явно проявляются, вот, и я, будучи в монастыре, я 20 лет прожил в монастыре, конечно, все это знаю, что это есть, но пугаться этого не нужно, вы знаете, когда приезжают паломники, вот сейчас, как мы стали ездить к матушке на игумене Тавифе, я помню, я как игумен принимаю паломников, они все идеальны, послушные такие, пошлешь туда, все безотказно, благословите, побежали, все сделали, в то же самое время с братьями это будет сложнее на подход искать, как-то уговаривать чему-то, но, что интересно, если стоит паломникам задержаться на какое-то время, ну, я имею ввиду, мужчины-паломники остаются как трудники, то такие немощи проявляются, вы бы видели, небольшое какое-то искушение, смущение, и из человека все это выходит. Вообще, такие в монастыре случаи проявления какие-то внутренних страстей, они действительно бывают, нередко, Господь попускает, для чего? Собственно, для того, чтобы братья и увидели свои немощи. Как мы видели, Ава Дорфей рассказывает про себя, что братья приходили, выхлапывали свои рогожки перед его входом, другие досаждали ему, все, он это все терпел, для того, чтобы шла духовная работа, Господь попускает, чтобы совершались эти немощи. Я помню, даже у нас один иеромонах мне говорит, после чего-то очередного какого-то искушения, почему у нас в монастыре все так происходит, имеется в виду, поставил человека на трапезу, раз, он подвел кого-то, тот накричал на кого-то, почему так? Я говорю, ну, сему быть, это, в общем-то, по Евангелию, как Господь сказал, что горе человеку от соблазнов есть нужда, чтобы они пришли, то есть для спасения необходимо, чтобы были какие-то соблазны, искушения, но горе, если через нас это приходит, горе человеку, через которого соблазн приходит, поэтому смущаться не надо, если это в монастыре происходит, или в мирской жизни, что кто-то на нас, пусть даже люди, от которых мы этого не ожидали, которые должны быть духовными, нас как-то оскорбили, все, для нас это не грех, когда к нам пришло искушение, лишь бы мы на это правильно отреагировали, и вот в сегодняшнем поучении Авдорофей учит, как нам правильно переносить оскорбления, и говорит, что необходимо иметь самоукорение, укорять самого себя. Вы знаете, вот в то же время я рассказал, что бывает искушение в монастыре, но бывает, зачастую мы видим в монастыре правильную реакцию на разные искушения, и это очень радует глаз, когда брат невинно, скажем так, обвиненный в чем-то, все-таки смиряется, понуждает себя к смирению, не злобится, я такие тоже много очень случаев видел, и, конечно, это выше такая добродетель, хотя она незаметная, вроде бы повседневная, случаи случаются, скорбные, брат, он правильно переносит самоукорением, вот, но с остальной, конечно, это видится очень и очень, ну, это, знаете, как написано в книгах, не святые, святые, так и нам, ну, сейчас мы находимся в Мироне, в монастыре, надо стараться все скорбное принимать самоукорение, вот, в частности, как вот мы на предыдущем слайде видели, почему так человек может принимать самоукорение после молитвы или духовного упражнения, находятся в хорошем расположении духа, а мы, в общем-то, как говорит апостол, должны все время молиться и все время пребывать в этом духе смиренным, все время считать себя достойным всякого слова оскорбительного, и тогда, когда это происходит, мы должны приносить это со смирением, самоукорением, и надо знать, и видите, и с молитвой за этого человека, который нас оскорбил, и надо знать, что это есть духовная жизнь, что это приносит нам пользу, и даже пользу тому человеку, который нас укорил, если мы за него помолились, это уже духовная молитва. Одно дело, когда нам подарили автомобиль, и мы молимся за благодетеля, вот, это душевная молитва такая, Хотя она искренняя тоже. Но когда нас в чем-то укорили, при всех еще, сказали то, чего не было, и вроде обидно, а мы считаем себя достойными этого укорения, себя еще больше укоряем внутри, вспоминают свои грехи, в этот момент попаляются грехи, наши страсти, очищается душа. И молимся за этого человека, который нас оскорбил. Это очень важный момент, я хочу на это обратить внимание, потому что некоторые приходят в монастырь, или отцы, наверное, случались с таким, что на приход приходят люди, какое-то время им хорошо, потом говорят, вот что здесь все злые, нет любви. И такие люди ищут любви по отношению к ним. Хотя в Евангелии это не говорится, что надо искать, чтобы нас люди любили, к нам улучшительно относились. А говорят, чтобы мы ко всем хорошо относились. Именно духовная работа и очищение души лучше всего, вот это святые говорят, Севелон Афонский говорит, это принятие оскорблений бесчестий, со смирением, самоукорением и молитвой за оскорбившего. Севелон Афонский говорит, что если мы так будем поступать, то через полтора года станем святыми людьми, получим благодать Святаго Духа. Вот сейчас получается у нас август 20-го года. Так что в 21-м году, где-то, а даже получается в 22-м году, где-то в марте, уже можно стать святым человеком, если так будем действовать. Но, конечно, не всегда у нас получается. Но так можете попробовать, начать. Кроме того, не только попробовать стать святым, а это, в общем-то, спасение. Без этого невозможно спастись. Как сказал Аввадорофей, если презирать ближнего, гневаться, это явная погибель. То есть почти одинаково, когда мы гневаемся, и когда мы не гневаемся, но с презрением к человеку относимся. Ну, он спрашивает, где искать силы, каким образом, если кто-то меня укорил, как я могу себя еще укорить? Но если кто-нибудь скажет, если брат оскорбляет меня, и я, испытав себя, найду, что я не подал ему никакого повода к всему, то как могу укорить себя? То есть мы явно слышим, если напрасно, то каким образом мы себя будем укорять? И отвечает, поистине, если кто испытает себя со страхом Божиим, то найдет, что он всячески сам подал повод или делом, или словом, или видом. Если же он видит, как говорит, что он в настоящее время не подался ему вовсе никакого повода, то верно, он когда-нибудь в другое время оскорбил его, или в том, или в другом деле, или, вероятно, опечалил другого брата и должен был пострадать за сие, или часто за иной какой-либо грех. Потому если кто, как я сказал, со страхом Божиим рассмотрит само себя и строго испытает свою совесть, то он непременно найдет себя виновным. Опять обращу внимание, что, к сожалению, когда я это объясняю в частной беседе некоторым священникам, то они вообще не понимают, о чем идет речь. Каким образом? Что? Я же не виноват, как он мог при всех мне такое сказать. Такой правды искать не нужно. Скорбеть на человека, который нас оскорбил, не нужно. А где силы брать? А вот Рафей говорит, что мы должны поразмыслить и найдем обязательно, что мы достойны всего оскорбления. И говорит, несколько случаев. Может быть, мы не заметили сами, ну или взглядом, или словом, даже бы от интонации, в чем-то оскорбили этого человека. И даже говорит, может, не этого человека, а кого-то другого. И сам этот нас, который оскорбил человек, он не знал того случая, что мы кого-то оскорбили. Но Бог-то знает. И Бог своим промышл, чтобы тот наш грех очистить, который, может быть, лет 20 назад был, когда мы кого-то оскорбили, а в нем забыли покаяться. Чтобы этот грех очистить, чтобы нашу душу приготовить к прохождению мытарств, чтобы в нашей душе исчезло всякое пристрастие. Господь попускает, что кто-то на нас напрасно высказал нам обидные слова. Это все промышл Божий. Для того, чтобы нас очистить от наших предыдущих грехов, от наших склонностей плохих, от нашей страстей. Поэтому, когда это правильное мудрование, это редко у кого есть, но это крайне и крайне важно. Иметь самоукорение и верить в Божий промысел. Я так иногда объясняю, когда мне жалуются кто-то на кого-то, почему, как он смел на меня сказать, да при всех, а этого не было. Я говорю, понимаешь, не может быть это случайно произойти. На всех случаях, которые от нас не зависят, кто-то нас похвалил, кто-то укорил, кто-то обокрал, всегда есть резолюция от Бога. Либо благословляется, если к нам кто-то хорошо, по-доброму поступил, либо попускается. Если кто-то нас оскорбил, это по Божьему попущению. И причина этого попущения наше плохое состояние, наша неготовность идти по мытарствам. И поэтому Господь посылает нам такие оскорбинки через других людей. И когда мы на это жалуемся, мы восстаем против Бога, против Божьего промысла. Это крайне важно, хотя некоторые могут сказать, что-то жестоко слово сие, это невозможно слышать. Ну, я помню, когда мне приходилось получать от начальства, и в данный момент действительно не было объективных причин, чтобы мне так прилетело. Но я так сижу, думаю, а при всех еще, я думаю, ну, если бы сейчас мое начальство начало говорить настоящие мои грехи, я бы, наверное, еще больше бы переживал, волновался. И в этот момент, в то же время, очень важно. Нельзя даже мыслить, что, ну, пусть говорит, это не мое, это не важно, пусть. Это неправильный путь. Это путь тот, как сказал Авадрофей, явная погибель. Еще раз расскажу, может быть, не для всех понятно, если непонятно, потом переспросите, уточните, можно примеры еще пояснить. Вот. Когда мы слышим укоризм в свою сторону, самое первое, надо посмотреть реальный факт. Не надо относиться как напрасные. Надо посмотреть, вот в этом случае, да, я здесь виноват или нет. Если мы не найдем, что мы здесь виноваты, то надо самоукорение принимать, свои старые грехи вспоминать, осознавать свое недостойство в эти царства небесные и терпеть эти слова. За этого человека помолиться нужно. Еще очень важно, кто нас оскорбляет. Если нас оскорбляет начальство, человек очень духовный, ну, скажем, архиерей или наш духовный отец, даже при всех может нам высказать жестокое слово, то принимать это таким образом, что человек о нас заботится, зная нашу испорченность, понимая, что это правильно и человек нам высказывает. Если бывает, что человек или вообще недуховный, или в этот момент находясь в гневе в каком-то, то можно молиться за него, господи, прости им, они не ведают, что творят. А то некоторые, знаете, по отношению к началу так думают. Вот. Господи, прости начальнику он не ведает, что творит, хотя тот начальник духовный, в духовном разуме это делает. Я помню как-то одному монаху своему, я уговаривал, что ты пенсионер, а у нас все в общую кассу идет в монастыре, а все, что необходимо, будем покупать тебе, невзирая на размер пенсии, гораздо больше приходится покупать пенсионерам лекарств и так далее. Я уговаривал, есть пенсия, в общую кассу давай. Он со мной спорил очень сильно, хотя монах, в общем-то, по обетам я просил поступить, спорил, ну, потом я смотрю, есть такая, кстати, хорошая поговорка русская, утро и вечер мудренее. Я не стал как-то дожимать человека, ну, думаю, ладно, пусть он отдохнет, подумает хорошо, в общем-то, я сказал, просто надо поступать по нашим обетам и все свои доходы мы сдаем в кассу, оттуда каждому по потребности выдается. И представляете, он, не знаю, как-то, наверное, неправильно помолился, я думаю, что такое наутро меня встречает, падает на колени, там, отец, прости, мне Господь сказал, чтобы я терпел все от тебя оскорбления и досаждения. Я говорю, брат, я же тебя не оскорблял, не осуждал, я же тебе просто сказал, как правильно поступать. То есть, у него неправильно была мысль, опять же, что он терпит напрасленную. Хотя я, в общем-то, в нормальных словах при других отцах просто говорил, что нужно сдавать в общую кассу и оттуда будешь получать сколько нужно, даже больше гораздо твоей пенсии. Почему я так говорил? Потому что замечено, что когда монах имеет свои деньги, живя в общительном монастыре, то это очень пагубно влияет на его духовное состояние. так, читаем далее. «Случается так, что иной, как кажется ему, пребывает в мире безмолвие. Но когда брат скажет ему оскорбительное слово, то он смущается и потому полагает себя вправе скорбеть на него, говоря, если бы он не пришел и не смутил бы меня своими словами, то я и не согрешил и не согрешил бы». И Ава подытожит. Вот смешное вот смешное суждение. То есть неправильно совершенно думаете. А такое зачастую мы, батюшки, сталкиваемся с вами, когда человек обвиняет другого. «Вот он меня скрывал, поэтому я разгнился, поэтому я раздражился». Вот Авадорофей нельзя так говорить. То есть мы оправдываем свою страсть, раздражение, гнева лишь тем, что к нам кто-то неправильно обратился. «Вот смешное суждение, вот обольщение дьявольское. Разве тот, кто сказал ему слово, вложил в него страсть, он только показал ему ту, которая уже была в нем, для того, чтобы он, если хочет, покаялся в ней. Такой подобен гнилому хлебу, который снаружи хорош, а внутри заплесневел, и когда кто-либо разломит его, то обнаруживается его гнилость. Так и этот пребывал, как ему казалось, в мире, но страсть была внутри его, а он не знал о всем. Брат сказал ему одно слово и обнаружил гнилость, сокровенную, внутри его. Итак, если он хочет получить помилование, то пусть покается, очистится, преуспеет, и пусть видит, что он еще должен благодарить брата, когда ставит своему таковую пользу, ибо искушение не будет уже одолевать его, как прежде, но насколько он преуспеет, настолько они окажутся для него легчайшими, ибо по мере того, как душа преуспевает, она становится более крепкой, приобретает силу переносить находящие на нее искушения. И как сильное животное, если на него навьючат большое бремя, спокойно несет его, и когда случится ему спотнуться, то встает, и тот час вовсе не чувствует, что спотнулось. Если же напротив животное бессильно, то и легкое бремя отягощает его, и когда оно упадет, нужна большая помощь, чтобы поднять его. То, что мы сегодня с вами проходим, это крайне и крайне важно. Это, в общем-то, и есть православная духовная жизнь. Потому, что мы с вами знаем, есть догматы церковные, это истина нашей веры, есть постановления, канонические постановления соборов, есть жития святых, это все священное предание. А, собственно, все это нас, и догматы, и правила благочестия должно проявляться в нас, как наше правильное поведение, наша ответная реакция на все искушения. И наша духовная жизнь, наша духовная жизнь не складывается лишь из наших молитвословий и исполнения обрядовой стороны, а складывается наша духовная жизнь из наших мыслей, слов и дел. И как раз, чтобы нам показать наше духовное состояние, Господь и посылает иногда людей, которые нас, ну, в чем-то оскорбили, в чем-то мы от них пострадали. И когда мы так будем с вами воспринимать, то не будет у нас ропота, напротив будет благодарение Богу. мы мы всех случаях жизни увидим великую заботу нашего Спасителя о нашем духовном состоянии, о нашем спасении. И знаете, когда мы будем жить, как сейчас Авадорфей учат, то такое будет счастье каждый день, вне зависимости от внешней обстановки, хвалят нас или ругают нас, внутренне мы будем пребывать в покое. Кроме того, конечно, всегда перед глазами имея нашего Спасителя Иисуса Христа, который за нас с вами, без всякой причины с его стороны, без всякой необходимости с его стороны, пострадал, и не только его оскорбляли, а мы с нами перенес величайшее страдание для нашего спасения. Тоже для нас это таким вот примером быть и утверждающим примером, как за нас Господь пострадал. То есть, еще раз последний абзац я поясню так вот своими словами, что, допустим, мы в нормальном состоянии пребываем, как нам кажется, в нормальном, на самом деле несмиренном, а внешне нормальном. Как говорят, я добрый, когда зубами к стенке сплю, я добрый, только не трогать, а вот если кто тронет меня, там получится. Итак, вот мы, обычный день, наш, будни, мы вроде в хорошем состоянии такие идем, благостные, такие духовные все, и вдруг совершается какое-то искушение, кто-то нас накинулся словесно и нанес нам лукоризны и несправедливые уже, и мы в ответ взорвались, мы раздражились, накричали, вот, ты потом говорил, вот, меня раздражил, разгневал, вот ты такой плохой. Нет. А вот Дорофей говорит, не тот человек, который нанес нам оскорбление, вложил в нас страсть гнева, он всего лишь, а лучше сказать, Бог через него обнаружил в нас эту страсть. А это случилось по Божьей милости, потому что страсть обнаружилась, мы увидели ее, что мы гневный человек, и мы можем пойти покаяться, потому что после смерти мы все равно это увидим. После смерти душа увидит свое пакостное состояние, сначала увидит тело, потом увидит бесов страшных, а потом увидит саму себя подобно этим бесам, но там уже не будет покаяния. И весь смысл подвижничества и монастырского, монарского нашего, в котором мы сейчас в миру живем, в том, чтобы заранее увидеть свою испорченность, еще живя здесь на земле, потому что здесь есть покаяние, здесь есть другие тайцы, которые лечат душу. И поэтому, когда мы встречаемся с оскорбителями, все, будем считать с вами, давайте будем считать, что это Бог послал этих людей, чтобы нас оскорбили. Я, может быть, сегодня маловато пройду и не все, но хочется пример привести, вот довольно большое поучение, я только начал, это любимая тема у меня. давайте вспомним царя Давида, вот, кто читал Священное Писание, помните, когда на него восстал Авесолом, его сын родной, вот, и стал гнать его, то, чтобы избежать кровопролития, царь Давид взял своих ближайших людей, сторонников, и стал убегать из дворца, где-то скрыться, чтобы как-то Господь уладил с сыном, чтобы не воевать против сына, и стал убегать, а на встречу ему, ну, с ним поравнялся, шел некий семей, мужичок такой простого звания, и он стал укорять царя, даже камни в него кидал, кидает, говорит, ага, царь, ну, что, кончилось твое царство, вот, ты на семье царствовал, тебе вот теперь несчастье у тебя самого, стал всячески оскорблять, поносить царя, представляете, и оруженосец, телохранитель царя Давида, говорит, благослови, я сейчас твоему голову сниму, будет отдельно голова от тела, что же он оскорбляет царя, и заметьте, как правильно мыслит царь Давид, говорит, нет, не делай ему ничего, никакого зла, видимо, Господь попустил ему, чтобы он меня оскорблял, быть может, за перенесение этих оскорблений простятся мои грехи, вот это правильное рассуждение, и для нас очень важно, ну, представляете, что такое царю претерпеть от какого-то челяди, оскорблений при всех, и он все равно, такой очень духовный был человек, говорит, пусть он оскорбляет, это Господь попустил, вот, и может просятся какие-то мои грехи, и, конечно, царь Давид вспоминал свои грехи, мы знаем основной его грех, который описан, который стал и причиной покаяния, но также помните, что Господь ему сказал, что за этот грех, когда он соблазнился чужой женой, вот, и косвенно поучаствовал в убийстве Урием, ее мужа, то Господь ему сказал через пророков, меч не отойдет от твоего дома, то есть будь убийством, и вы знаете, что один из его сыновей убил другого сына, своего брата, ну, можно сказать, сводного, потому что матери разные были, и видя такое, он, царь Давид, укорял самого себя, говорит, это из-за того, что из-за моего греха вот такие последствия, также и Адам, Ева, когда увидели, что их сын Каин убил Авеля, то себя укоряли, что это из-за того, что они ослушались Бога, случилось такое страшное, такое страшное несчастье, один сын убил другого сына, но, правда сказать, это уже, наверное, не для подражания, продолжение есть в этой истории с семьей, когда царь Давид умирал, он позвал царя Соломона, своего сына, и говорит, ты знаешь, вот тогда, тогда, там, столько-то лет назад, меня семей оскорбил царя, ты знаешь, что с ним делать, и тогда семей был, и его род истреблен, ну, царь Соломон мудро поступил, говорит, очертил ему территорию, говорит, вот отсюда выйдешь с этого села, пеняй на себя, пока здесь будешь, будешь жить, выйдешь, умрешь, ну, семей, нарушил это, его убили, его, и, по-моему, его род весь, почему так произошло, не из-за злопамятства какого-то, вы знаете, что в Ветхом Завете зачастую грех приходилось уничтожать вместе с носителем этого греха, так же, как потоп был, так же, как, помню, заблудодеяние в Стане Израильском очень много, 20 тысяч было убито, вот, потому что, ну, грех, другим образом, практически не искоренялся, и чтобы вот эта зараза, вот эта гордыня у этого семей и у его потомства, которая подвигла это гордыня к оскорбению царя самого, чтобы не жила в народе Израильском, царь приказал искоренить этот род, потому что семейно на себя проклятие царю, конечно, проклял и свой род. Бывает так и в жизни, но отца обращаюсь, если кто вас оскорбит, прилюдно, надо простить, все, но пройдет время какое-то, не мыстя за себя, но заботиться об исправлении этого человека. Надо найти, но сейчас уже не ветки завет, мы не будем уже, конечно, говорить, что кто-то за нас отомстил, искоренил, это не надо, а сейчас новый завет, надо все-таки позаботиться о его спасении. Ну, пример про себя расскажу, недавно у меня случилось такое, поехал я в Новосибирск, вот, и встречающей стороне, там, своему, скажем так, последователю, ну, игумену, объяснил, когда я приеду, все, поздно очень, часов в один с вечера, ну, попросил, чтобы я самолет, тоже там, не покушаешь, ничего, чтобы накрыли немножко на столе, не совсем ужин, ну, хотя бы там, чаек, вот, и приезжаю, значит, ничего не сделано, ночью приезжаю, все закрыто, к келью не попасть, все, забыли, в общем, что я приеду, и я, конечно, немножко возмутился, ну, как же так, я до сих пор в монастыре стараюсь чем-то помогать, и меня не встретили, такого всего хорошего, слава богу, один из братьев, оказалось, еще не отключил телефон, я позвонил, он мне келью открыл, прихожу на кухню, там, конечно, шаром покати, ничего кушать нет, водички попил, пошел спать, и потом, на следующий день, я уже, ну, нашел духовника своего, всегда, когда приезжаю в Сибирь, стараюсь отцу Серафиму поисповедоваться, и говорю, излагаю сначала факт, я приехал, попросил, чтобы меня встретили, приехал, никак не встретили меня, это факт, второй факт, что немножко я обиделся, это уже грех, грех, и третий, я спрашиваю, как мне поступить, хотелось мне сразу позвонить, значит, все высказать, это неправильно, потому что я, как думал, царь Давид же не стал себя защищать, я думаю, неправильно, это надо потерпеть, вот, затем, с другой стороны, надо же, как с семьей, Давид поступил в итоге, да, ну, только не уничтожать человека, а сказать-то ему надо, думаю, ну, чтобы человек, игумен, в следующий раз архиерея нормально принимал, пусть не меня, даже другого архиерея, чтобы он понимал, что надо уважить, как наши вот батюшки место принимают, все приезжают, все готово, отец Михаил, допустим, да, все поляно накрыл, все стол, приезжаешь рад, вот, и я в этом случае спрашиваю духовника, то есть, пусть у меня есть какие-то мысли, как правильно поступить, высказать ему, не высказать, но, очень важно, когда мы открываем себе духовника и спрашиваем, как мне поступить, я спрашиваю, отец Ерофим, как мне поступить, как благословить, сказать надо, игумену или нет, вот, но он видит, что я уже поисповедался, что я осознал свой грех, что я разгнил, ну, не разгнился, раздражился, скажем, обиделся, и он говорит, но сказать все-таки нужно, и тогда с его благословения я уже могу, до сих пор пока не сказал, игумену, но позвоню, скажу, чтобы он на будущее имел в виду, вот, это важно, именно так поступать, и лучше всего всегда спрашивать у духовника, вот, недавно я столкнулся с некоторыми у нас проявлениями, такими чудными, и я удивлялся, ну, как можно так поступить, когда некоторые отцы, братья поступают настолько не по Евангелию, удивительно, и, ну, я говорю, есть же у кого спросить, есть телефон отца Иоанна, Архимандрита, и когда, какой-то скорбный случай, когда уже проявляются и внутренние страсти, надо постараться их не проявлять пока, и позвонить отцу Иоанну, алло, батюшка, вот у меня такое состояние, хочется разгневаться, благословить, или как благословить, и он уже, находясь в мирном состоянии, уже скажет, да, гневайся, или скажет, да, надо потерпеть, себя укорить, и прочее, и вот этого, откровения помыслов, вопрошания о том, как поступить, как даже мыслить, дьявол очень сильно боится, это максимально очищает нас, когда мы надеемся, не на свой разум, вы помните, было предыдущее поучение, чтобы на свой разум не надеяться, а мы спрашиваем духовных людей, вот, как я спросил духовника, говорю, вот у меня мысли были там, позвонить, высказать, но я этого не сделал, я хочу у вас спросить, надо это делать или нет, и уже когда в своих грехах покаялся, он говорит, что теперь можно позвонить, сделать замечание, то есть принести пользу самому человеку, но собственно царь Давид, он тоже принес пользу этому человеку, семею, что его уничтожил, потому, чтобы дальше этот грех не распространялся, повторюсь, это был Ветхий Завет, чтобы он не учил такой дерзости своих детей, внуков, и чтобы они, видя, что их прадед так пострадал, чтобы уже исправлялись, и чтобы не позволяли себе хулить царя. Но, к сожалению, я прошел только пару страниц, и все поучение, может быть, послезавтра продолжим, вот, но я просмотрю время, и не хочется утруждать сильно, 20.47, вот, сегодня пришла весть, тоже, я смотрю, все отреагировали, что отец Владимир скончался, прошу всех, конечно, помолиться за отца Владимира, записать, не только на 40-ос, я думаю, и на все время, вот, вот, он, конечно, я, знаете, я не знал сначала, что это брат Владыки, а смотрю, сильно похож так, думаю, как так вот, сильно похож на нашего Владыку, а потом мне сказали, что это родной брат нашего Владыки, я не знаю, болел ли он ковидом, неизвестно, но, конечно, сердце, в общем, пострадало, из-за того, что Владыка скончался, это, конечно, страдания очень большие, когда родной брат, не только по плоти, но и по духу, покидает этот мир, и, конечно, видимо, сильно сострадал, так, отец Владимир, что и сердце тоже не выдержало, но про обоих можно сказать, что и тот, и другой подвиг совершил, веру сохранил, и в таком подвиге на посту своем приставились к Господу.